Всем привет, с вами Гвимблит. Вот, я купил себе новый микрофон, блядь, ну с наушниками, только я вот, честно сказать, хуй знает, что происходит, блядь, с ними, потому что этот, почему-то очень тихо, вот честно скажу, вот тихо прям, блядь, да не могу. Может, кто шарит, блядь, напишет, я не знаю, вообще тихо почему-то мой голос записывается, вот че, не могу сказать, почему. Убедительная посьба, кто знает, кто шарит, блядь, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это за хуйня. Потому что, блядь, наушники абсолютно новые, я почитал отзывы про них, нахуй, в интернете, блядь, о них, ну, люди хвалят, говорят, что у них охуенный звук. Знаешь, здесь безопасно бродить? Мне казалось, я слышала, как стена рушится. Люди хвалят, что микрофон у них хороший, заебатый, что хорошо слышат, но тихо, вообще тихо, мне, наверное, придется в Сони Вегасе, блядь, еще этот. Увеличивать громкость придется, блядь, хорошенько. А что это у нас тут? Приступим! Тупинная дверь. Купил я их за 3000, при том, я купил сначала за 2800, с коротким микрофоном, они, блядь, ну, что-то FPS скачет, непонятно зачем. Они, там вообще еще тише было, в итоге я пошел, поменял, думал, блядь, бракованные попались или что. Подсоединяя эти, та же самая херня, блядь, так что я не, ок, 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 не закрыто, заебись, придется в обход идти. Так что, и кто шарит, напишите, пожалуйста, в комментариях. Приступим! Паутина! Палюки! Сейчас я одну серию запишу, вот эту, сегодня, получается, выложу ее, и напишите, пожалуйста, сразу же, как только сможете, в комментариях, нормально или нет. Я буду сидеть, потому что, вот, звук нормальный, я слышу, то есть, хорошо, и так далее. Гигантский палюк, блядь, паутина. А вот, как с голосом, я не могу сказать. Сейчас. Неужели всегда придется убивать? Слово. Давай, что это можно? А это будет легко. А к этому всегда и приходим, верно? Мне это кажется, или ты вправду думаешь, что у тебя есть шансы? Так, ну что, а давайте, знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас пойду и проверю опять, как идет запись звука. Так, ну, вроде все нормально пока что. Косточки собираем. Птечка, блядь. Что-нибудь нормально будет, блядь? Что это за хуйня? Сохранение еще? Ты слышишь? Выхоже на громкое дыхание. Какой-то большой хуй нас там ждет. Я в этом уверен. Нихуя, если ты ловушек, блядь, не замечал. Ох ты ж, ёптый, дракон! Пламенное дыхание. Дракон, это же, блядь. Какой-то, блядь, недомерок, нахуй. Я не дракон, блядь. Вот фрем, блядь, а карать я на него не использовал. Это все, блядь. Конечно, ловушек до хуя, блядь, было. Тут, наверное, больше расчет берется на то, что ты, ну, на ловушке напоришься. Тебе хп снимет, блядь. Какой-нибудь этот. Ну, по площади ебанет хуйня. И... А дракон так прилетит и добьет вас всех, блядь. Драконя ардабы. Нихуя здесь, блядь. Хех. Бля, были бы, если бы деньги, я бы купил там. О. Этот. За тысяч семь бы я купил, блядь, но... Денег нету. Тихуя себе, блядь, призраки, нахуй, бегают. Еще и мертвецы прибережали. Так. Теперь довольно мощный, я вам скажу. Живучий, точнее. У меня есть для тебя каратель. Охорошно! Нормально. Опять паукины. Да, сказал же, блядь. А где? А, еще и сзади. Ах ты сука, а! Да вы заебали своей паутины, серьезно. Мальчик-привидение. Ага, и скелетики лежат. Как замечательно. Маме! 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 Намарасан! Что ты здесь делаешь? Маме! Маме! Успокойся! Ёбнутый ребенок. Сука, ёбнутый ребенок, говорю же. Блэд! 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 Блэд здесь дохуя! Уже это все мертвые эльфы, блядь. Надо реально бы этот, блядь. Какого? Сука. Догоняешь поскорее уже походить. Уже как бы не только мне, но он... Не то, что мне. Точнее, он вам уже, наверное, с ты ебенил. Вы, наверное, ждете там. Когда же он уже пойдет, я туйку? Когда же он ее пойдет, блядь? Хотим что-нибудь новенькое? Ну, ребята, я честно скажу, блядь, ну, как могу. Вот, буквально, сегодня вот среда опять, у меня один выходной. Я вот... Чуть за хуйня, блядь. Алтарь, фонтан. А! Дневник. Один, наверное, может же, фильм. Глядя, древний, однако, таблички по всему, числе, модель, по числе, на первом же суке, как наполнено водой глиной кувшин, ставят на алтарь. На том же суке показали, кто стоит на коленях, перед алтарем умолит, в третьем суке или выпивает из кувшин готов к воде на третьем суке, выпивает из кувшин, сразу что там воду, впут в последнем суке. Ага! А кувшин где? Фонтан. Вода в полупахаран чисто наполняется из какого-то внутреннего суточника, быть может, с помощью магии водополружу небольшой глиняный гли... Взять глиняный кувшин. Кувшин сделан из глины, явно не пострадал до уплывания в воде. Наполнить кувшин водой, это пылыш кушин в воду, пока он не наполнится до верху. Пути... Так, поставить... Оставить... 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 Помолиться... Так... Смотреть кувшин, наполнить... Выпить... Сделать один глотто... Взять... Взять... Уйти... Попреснуть назад в под... Заебись... Призрак... Кто-то там еще... Приступим! И вот, у меня сегодня один выходной. Вчера... Вчера мы выгрузили, блядь, шесть... Шесть или семь машин. Это просто пиздец. Я думал, что... Я думал, что я вчера на работе умру, блядь. Я чуть до увольнения не дошел, блядь, сюда. И... Считай... А первая машина, которая была... Это фура, блядь. Сухих смещей, нахуй... Восемнадцать поддонов, блядь. Выгружали вручную. По-русски, блядь, пожалуйста. Тебе нужна помощь? Ебнутый призвак, блядь. Судяная охватка, не худите. А я умирать не намерен. Латный доспект Джаггернаута, он у нас есть. Заебись. Он просто круто выглядит. Кстати, давно бы нам уже пора переодеться. Вот что-нибудь более подобающее. Это бегаем, блядь. Это уже... Лыцарь. Кстати, я до сих пор... Метеорит не нашли. Почему метеорит так до сих пор и не упал? Я вот честно скажу. Что там, блядь? Скелетики, идите-ка сюда, нахуй. Захуешь вставать. Или ты правда думаешь, что у тебя есть шансы? А доспех короля пускай носит Алис, то он всё-таки король у нас, блядь. Толчок с щитом, нихуя себе. Огушон! Это искусственно сработанный артефакт выйдет, когда целый камень. Две которого содержится, судя по всему, кровь до сих пор свежая и красная. Камень недоосвещенную библиот. Коснуться камня. Камень на ощупь тёплый. В твой раз это часто понять сведение образа и воспоминание чужой жизни. Продолжить. Шущность, которая заключена в камне, вначале пугает твоё появление в страхе надпятного. В твоём создании проникнутые образы связаны с заточением и одиночеством. Это заточённый ДУХ, что торопливо размешает, и через загадок наконец она лишает, что настоящая, а не пот и воспалённого образа. Продолжить. Новый образ наполняет твоё создание. Влемя, которое сущность проявила в заточении внутри камня жизни. Влемя, когда сущность спала, потом обезумие, потом опять спала. Продолжить. Шущность не помнит твою луни. Ты улавливаешь образ эльфа, мага в серебряных свыкающих доспехах, но это было очень давно, я вспоминаю какой-то туман над дымкой. Какие полезные сведения ты могу предложить? Шущность мало, что помнит об этом. Ты видишь образа Один эльфийских магов, которые предуправляют мощь с их загнанием, физическую силу, становятся воинными чародеями, чтобы жить в своих подопечных. Шущность может поделиться с тобой с раннейшим знанием, а потом, кстати, воинным чародеем, ты сам не маг, но можно учесть и на других магов. Это всё, что Шущность может тебе предложить, свои последние воспоминания. Взамен на возникание просит у тебя только одно – небытие. Дай я попробую тебе помочь. Образы, которые исходят от Шущность, не помнят, где находится Арталь, но знают, что нужно напомнить камень жизни. Когда камень приближается к Арталь, Шущность впадает в безумное волнение, уже и вечной муки пропадает к концу. Продолжить. Образы, которые исходят от Шущность, содержатся в четыре посты. Прежде чем хочешь обладать умение воина, теперь Шущность готова обучить тебя. Да, дай мне свои воспоминания. Так. Продолжить. Шущность просит здесь события его личного. Положить. Последний область следующего воина, у кого-нибудь я принесёт ей желанную свободу. Продолжить. Воин-чародей, да? Боевой маг. Тимур мне рассказывал, как он один раз сделал боевого мага, магией смерти и в тяжёлых доспехах. Он говорит, я, говорит, неубиваемый был. Кстати, можно попробовать этот эксперимент? Можно будет. Как раз мне надо достижение заработать то, что Серый Страж умер, убивая Архидемона. Блин, демоны-то нежить. А почему ещё бой идёт-то? А, бегут сюда, блядь. Какой-то охуевший ещё и блокирует удары, блядь. Сам виноват. Блядь. 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 Если вы слышите, это меня, прощайте внимание. У Бориса крыши поехало. Борис. Борис Иваныч. Борис Иваныч. Борис Иваныч. О, это же наш знакомый, блядь. Привет. Довались-то. Еще одного походу, где успокоили. Ловушка. Ловушка! 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 Пиздец. Бегаю, только овушки снимаю. вперед к наху ловушка же всех из блоки бедут возьми него разве нет говна сколько у меня сейчас накопилось ебайся на по нему борис сумас опять опыта за что борис сумас ходит блять жрать еще готовлю параллельно с записью видео зато на работу опять на шесть дней с одной стороны скажите мне нахуй такая работа тебе нужна и туда все блять я тоже с вами вы согласились но с другой стороны блять нашем городе 20 больше 20000 практически нигде не где будешь получать есть только по связям блять а связи связи у меня нету блять да я просто не люблю по связям устраиваться на работу это блять на тебя будут коситься нахуй блять типу вот на то блять блатной типа нахуй устроился блять по связям по связям блять так чё за хуйня колдовской ужас нахуй ах ты хуй уплёт ебучий блять ах ты слышь я не знаю почему на фпс просил вообще жестко я не знаю почему на фпс проседает вообще жестко откуда у вас здесь только нахуй берется блять он на мягкий но он вот там алиста хуярит блять мерзкий день да очень мерзкий как пожелаешь вельмирский доспехи по идее мне надо ходить в доспехах серого стража командора потому что типа ну я же типа не главный блять заспехи джиггернаута надо на стен одеть на кучу теряешь какой-то блять окна торгуемся мы после этого на тех долбаев поубиваем блять и почти инвентарь полный между делом бульдух блюдух коэ да geb глупо нет убегут а дверь открыть надо дверь откройте блять что со мной происходит я едят меня едят сделайте что-нибудь по площади блять но хоть какую-то способность алистов кого я пизжу вообще не понимаю здесь мочевого было не стал богу кинжал тоже не особо нужен сейчас на где сука не будем блять пьется крутиться алистов один из нас верно есть что-то там делаешь блять ложка капкан сука как пожелаешь почти все ненужное блять это будет легко еще и вторая плоснулась чуть-чуть ляля а это вот спотягло киса давай заебали уже тихо тихо я спрашиваю тебя пришелец готов ли ты к переговорам я как бы был самого начала готов это вы на меня кинулись кто-то такой всего лишь один из проклятых который охраняет вход в наше святилище меня выслали на переговоры но эти уже разговариваем верно не со мной меня послала тебе хозяйка она полагает что ты можешь не знать всего что тебе надлежит знать она не желает тебе зла если только твое согласие вести мирные переговоры искренне то если вы готов переговоры начали раньше бигун считал что от них не будет толка хозяйка с ним не согласна и поскольку ты сумел пробиться сюда мы должны уступить ее желанием а чё инстинксовом сохранении сработал а почему хозяйка сама сюда не придет мы ее не пустим мы будем защищать нашу хозяйку до последнего вздоха может выйти и так что ты перебьешь всех нас но пока этого не случилось мы не позволим причинить ей зла а откуда мне знать что это не засада какой нам прок устраивать засаду ты уже доказал что ты сильнее нас мы не хотим снова испытать твой гнев ого вот как вы заговорили ваша хозяйка есть бешеный как наша хозяйка не бешеный клык но если попросишь то она расскажет о нем только в начале ты должен согласиться на переговоры ну что ж давай пошли ступай за мной но помни если ты нарушишь свое слово и причинишь ей зло я вернусь из самой тени чтобы отомстить не вернешься не он не вернешься саша позволение я попил жарко пиздец еще и блять кастулю вжать варится нах ах ах блять обладней туда к туда к бокам блять ха 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 хуя вас здесь драка будет за ебатая смотрю Какое-то рычать уже А это же наш знакомый Бегун Опа Арачимару? Это же Арачимару, блять Ха-ха, из народа А че нет, что ли, блять Приветствую тебя, смертный Я хозяйка леса Я ожидал увидеть еще одного обыдня Что ж, твои ожидания не оправдались Если бы я могла появиться раньше Я бы это сделала Не слушай его, хозяйка Он нас предаст Надо сейчас же напасть на него Помолчи, бегун Пока что твоя воинственность Привела только к гибели тех Кого ты пытался защитить Разве этого ты хочешь? Нет, хозяйка Что угодно, только не это Значит, а можно место поставить? Укротить нашу ярость И поговорить с этим чужаком Я должна извиниться За поведение бегуна Он вынужден бороться Со своей природой Как и все мы, хозяйка Нет, и не было более истинных слов Однако же немногие испытали то, что выпало на долю этих существ Сама их природа есть не что иное, как наложенное на них проклятие Не сомневаюсь, смертный, что у тебя есть много вопросов За Атриан рассказал тебе далеко не все Да, кстати, чуть не забыл Пока Этот Ваш такое дело Пока с микрофоном проблемы и так далее Я На счет стримов, наверное, тоже придется отложить на неопределенный срок И вы знаете, как я сейчас картину вижу? Сидят два маяка до боебы С смотрят на меня тупым взглядом Коты, идите гуляйте в другом месте, пожалуйста И что же он мне не рассказал? Затриан сотворил проклятие, от которого страдают эти существа Которые ныне терзают и сородичей Затриана Хуенно Ну, с дочкой что случилось, это понятно Люди запытали юношу до смерти Девушку они изнасиловали и бросили умирать Далийцы нашли ее Но потом она узнала, что Что у нее будет ребенок Она Покончила с собой Значит, затрианных поклядах Он явился сюда в руины Призвал ужасного духа и заключил его в тело огромного волка Так и появился бешеный клык А где он сам-то, блядь? Бешеный клык охотился за людьми из племени Одних он убил Другие под воздействием его крови Превратились в диких и кровожадных тварей Диких и кровожадных, как сам бешеный клык Хватит играть с микрофоном, а, блядь Когда люди навеки покинули эти края Их проклятые братья остались жить в лесу Жалкими, лишенными разума животными Пока я не нашел тебя, хозяйка Ты дала мир моей душе Я показала бегуну, что у его звериной природы есть и другая сторона Я усмирила его ярость И тогда в нем проступила человечность И он привел ко мне остальных Зачем-то вы устраивали... Блядь, а... Сейчас, один момент, пожалуйста Так, ну что, так Зачем вы устроили... Отчасти да Ага Мы хотим покончить с проклятием Преступления, совершенные против детей Затриана, ужасны Но совершили их много веков назад те, кто уже давно мертв Всякий раз, когда здесь проходили наземные корабли Мы посылали весть Затриана Просили его прийти к нам, но всякий раз он не отвечал на нашу просьбу Мы хотим, чтобы нас... Игнолировал, как обычно, высокомерные эльфы уж Мы заразим проклятием его сородичей И придется ему снять проклятие, чтобы их спасти Ага, хуёв он это сделает Пойди к нему Приведи его сюда Если он увидит этих несчастных Внемлет их мольбам Ага Наверняка он согласился... Да-да-да-да-да Ему, да ему похуй, блядь К какой статье Затриан согласится прийти сюда один? Если Затриан придет сюда Я призову бешеного клыка Это в моих силах Я также могу сделать так, что бешеного клыка никогда не найдут Скажи это Затриану Если он не придет Если не снимет проклятие Он никогда не найдет бешеного клыка И не исцелит своих сородичей А если... Так, хорошо, я найду его Тогда мы будем ждать твоего возвращения За этой комнатой для тебя открылся ход, который ведет на поверхность Возвращайся поскорее вместе с Затрианом Хозяйка леса, бегун, бегун, блядь, эльф Как же, блядь Где выход-то, блядь? А, вон Что-то мне кажется, эти полены, блядь, оживут со временем Задела Куча сокровищ Системик сегодня почистил грязи там Ебись его в рот, я вам скажу Тема пасты почти не осталась Охуенно Заебись, блядь, видеоблогерам, которые, нахуй Известны Что их спонсируют на Всякие спонсоры, блядь, деньгами И не приходится выживать, нах Как мне сейчас Сейчас я остался Ну, наверное Полторы тысячи у меня в кармане Опа, нихуя Ты что здесь, блядь, делаешь за Триан, блядь? Наконец-то Осталось всего три с половиной Две с половиной Блядь, полторы тысячи у меня всего осталось в кармане Ты не доверял мне, так? Я не знал, что может случиться, когда ты доберешься до этих развалин А потому решил прийти сюда сам Что ж То есть, хотел убедиться, что сердце у меня Именно Ведь это так А ты как думаешь? Хочешь поиграть? Я чувствую, что его у тебя нет Почему ты уходишь от развалин? Выходит, ты знал, разве почему ты мне не сказал? В этом не было нужды Я знал, что ты и так отыщешь их Так зачем тратить время на рассказы о давнем прошлом Никак не связанном с твоей миссией Но, сдается, дух убедила тебя поработать на нее Могу я узнать, чего она хочет? Она не вызовет бешеного Клыка, пока ты не снимешь по пяти Ты же понимаешь, что она и есть бешеный Клык? Я догадался Она — могущественный дух этого древнего леса Дух, который я вызвал давным-давно и заключил в тело Волка Ее природа — это природа самого леса Прекрасная и ужасная, безмятежная и необузданная дева и зверь Она и хозяйка леса, и бешеный Клык У нее два обличья Сперва проклятие исходило от нее Те, кого она касалась, становились похожими на нее Наполовину зверями, наполовину людьми Это ты породил проклятие, да? Они напали на мой клан и были так же свирепы, как всегда Их надлежит истребить, а не защищать Пойдем, я провожу тебя до развалин Поговорим с духом, и я заставлю ее принять вид бешеного Клыка Тогда можно будет убить его и вырезать сердце Уверяюсь, оба от него были разум Все равно, они все такие же гнусные твари, какими были их предки Они вполне заслуживают своей жалкой участи Серый Страж — это не твоя война Давай вырежем у Волка сердце и покончим с этим Так, неужели по столько лет ты до сих пор ненавидишь их? Тебя здесь не было Ты не видел, что они сделали с моим сыном И с дочерью, и со многими другими Ты недолеец Откуда тебе знать, как тяжко нам приходилось сражаться, защищая свою жизнь Как я могу допустить, чтобы их злодеяния остались безнаказанными? Как его сказать, блять? Эльфы везде одинаковые Что Властелин колец Что Ванхаммер, блять Сейчас Драгон Эйш Где еще эльфы у нас есть, блять? Какой вселенной? Такие охуевшие создания Вспомнить не могу Однако твои сородичи Я поклялся защищать свой клан И сдержу слово Я и пальцем не шевельну, чтобы помочь потомкам дикарей Которые заслужили свою участь Значит, ты хочешь, чтобы их солдали вечно? Скажи, если б тебе довелось держать в руках безжизненное тело собственной дочери Неужели и ты не обрек бы ее убить на вечные страдания? Может и так, но кто теперь страдает? Что ж, ладно Хочешь, чтобы я с ними поговорил? Я так и сделаю А если они хотят отомстить? Ты меня защитишь? Обещаю, но только если ты не нападешь первый А ты нападешь Я не вижу в этом смысла Ты же конченый псих Прошло уже не одно столетие Узнаем, что нам хочет сказать дух Я лысого привез Привез А вот и ты, дух Это хозяйка леса Обращайся к ней, как мотобай У тебя теперь есть и имя, дух А еще ты даешь имена своим домашним Ох, это эльфийская высокомерия Животным, которые тебе так преданы Это они дали мне имя Затриан А другие имена их собственные Они преданы мне, потому что я помогаю им понять, кто они есть Кто они есть? Да такие же, как их предки, дикари Жалкие псы Их уродливая плоть Только отражение чудовищной души Он ни за что не поможет нам, хозяйка Я же предупреждал Он пришел не для того, чтобы говорить Нет Я пришел, чтобы с вами поговорить Хотя я не вижу в этом проку Мы все знаем, чем кончится дело Успокойтесь, два долбоеба Как, впрочем, и моя Без этого можно обойтись Затриан, я знаю В твоем сердце есть место сострадания Ведь ты уже исполнил свою месть Месть моя будет длиться вечно Дух, как и моя боль Это правосудие и боли ничего Ты уверен, что только из-за боли своей не снимаешь с нас проклятие Ты уже рассказал, смертный, как его сотворил Он сказал, что вызвал человека и заключил в тело волку Да, это так Мы с бешеным клыком обречены быть одним целым Но столь сильное заклинание могло быть наложено только с помощью крови самого самого Ах ты, сука, магию крови использовал, да? Смотри, твой народ верит, что ты раскрыл секрет бессмертия, которым владели ваши предки Но это не так Ты живешь до тех пор, пока существует проклятие Оооо, как все запустено Как все запустено На что ты готов пасть в своем месте? Затриан Я сделал это ради своего народа Ради своего сына и дочери Для них и во имя справедливости я готов на что угодно Проклятие не спадет со смертью Затриана Однако его жизнь зависит от этого проклятия И я уверена, что его смерть также связана с концом проклятия Так убьем его Разорвем вести Хоть вы и умеете говорить, а все равно остались дикими зверями И какой тебе прок, если ты убьешь меня? Я один знаю, как снять заклинание Но я никогда этого не сделаю Слышите? Мы должны перебить их все Видишь? Они на тебя также набросятся Делай свое дело, серый страж Или же не мешай мне Ты снимешь проклятие за Триан Мы на стороне правды Что бы ни случилось Так тогда ты умрешь вместе с ними Вы все получите по заслугам Погранич кинул Ох ты ж, сука Призлаков вызвал, да? Иделевья, блять Какие-то они жесткие, я скажу, блять Одного вот не убили, блять Сука За Триан, блять Тебе сейчас пиздец будет Я тебе клянусь в этом, нахуй Вьюга Так Так Сейчас мы тебя ебнем, блять Тварь ты такая, а Надеюсь, вы этого не слышали Успокойся, пес Нет, не убивайте его Умоляю тебя, хозяйка, останови их Нет, бегун Мы его не убьем Если уж в наших сердцах Не найдется места милосердия Как мы можем ожидать Что он проявит милосердие к нам Я не могу сделать Того, о чем ты просишь, дух Я Слишком стар для милосердия Я вижу только лица Моих детей, родных Нет, я не могу этого сделать Ты просто боишься умереть Хоть может, я слишком долго живу на свете Эта ненависть разрослась во мне Точно древний, уродливый, искривленный корень Она пожрала мою душу А как же ты, дух? Ты связана с этим проклятием так же прочно, как я Разве ты не страшишься смерти? Ты затрен мой создатель У меня не было ни облика, ни сознания Ты дал мне и то, и другое Я познала любовь И боль, страх и надежду Всю радость того, что зовется Жизнь Она уж, короче, своего отжила Однако же ничего я не желаю Более чем смерти Я умоляю тебя, создатель Дай мне умереть Мы умоляем тебя Будь милосерден Что же сегодня? Ты устыдила меня дух Я, я старик Зажившийся на этом свете Ты это сделаешь? Покончишь с проклятием? Да Я думаю, что пора Давайте Давайте же покончим со всем этим Ну и что И все Он всего лишь взмахнул посохом А, нихуя Там крови, блять Все Все Закончилось Ее больше нет А мы Люди Не могу поверить Что у вас с глазами? Так что ты теперь будешь делать? Думаю, нам надо уйти из леса Найти других людей Посмотреть, что мы можем делать Будет интересно, как считаешь? Спасибо Мы Мы тебя никогда не забудем Съебались, блять Еще булыжник один лежит Ну что ж Что я могу сказать Вот и долицев мы присоединили К нашей армии А, это где они жили Что у вас здесь есть интересненького Хуйня не нужна Ну что ж На этом, я думаю, потихоньку Можно серию заканчивать Следующая серия уже Пойдем Куда мы в следующей серии пойдем-то, блять У нас там, по-моему, остался Рэдклиф, да? Да, надо Эрла и Амона спасать Там тоже довольно большая локация будет, блять Да, очень большая локация там появится Что ж, на этом давайте с вами Я буду прощаться Сначала мы ебанем Нашего старого дружка Аккуратно Ах ты, сука Слышишь, парень Я уже знаю, сколько таких Как ты, по-моему, убивал Это будет легко Да Напишите обязательно в комментариях Как со звуком Как с микрофоном Слышно ли меня или что Я, конечно, попытаюсь Сони бегать еще, скорее всего Плются мне усилить И так далее Спасибо всем, кто смотрел Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok